Считал. Высчитывал математически, сидел, просто это аспирантура дала своё. Я просчитал, сколько точных вступлений, сколько точных запев. Запев из первых двух четверостишей я сделал запев, потом из имеющегося сладкого яблоки на снегу сделал припев, потом проигрыш, потом опять два четверостишей и припев, и потом сразу без проигрыша, уже третий куплит. И тогда уже потом проигрыш только на финал, и получилось 3.50, 3.52. То есть музыку я разъял как труп. И потом Дементьева позвонил, я говорю, Дмитриевич, смотри, у меня улетает песня, спел он по телефону, а есть яблоки на снегу. Он говорит, тут улетает красивая песня, на девятка, а яблоки, говорит, десятка. Вот его ответ. Вот это да. И так и было. А Андрей Дементьев как-то обладал тебя за вот этот действительно реальный шлякер. А мы тоже просто дружили. Не надо было меня благодарить. Мы поменялись с ним, перед этим был Афганистан, который просто повевал мозги. Афганцы приезжали, просто плакали под эту песню. А скажи мне, а откуда вдруг появились песни про Афганистан? Афганистан, это целая история. Дело в том, что первая появилась песня «Боевым орденом награждается». Эта песня тоже к кинофильму. Мне Толя Монастырев дал стихи, говорит, если через три часа будет песня, она будет вставить в кино. А я рядом жил. Я со Станкина на Большую Спасскую, у меня маленькая студияка своя была, бах, сделал песню, принес. Он говорит, только, говорит, выстрел надо убрать. Там есть такое место, злые пули над меня насветят. Я пистолетом собираю. А он говорит, вот этот пистолет убери, и все нормально. А он говорит, ты сам его убери сейчас. И все. Да. И значит, и попала она. А песня-то про милиционеров, которым вручали красную звезду в мирное время. И тут же параллельно начали вручать красную звезду в Афганистане. Получилось, что это как бы песни туда и туда подходят. Вот так попало, так получилось. Но ты же никогда не был в Афганистане? Не был, не был. Я просто писал, причем одну песню я написал, как будто я пишу своему младшему брату, который воюет в Афганистане. На твои стихи у меня есть такая песня. Тихонько трону я свою струну, смахнет слезу тайком платочком. Мама, а я для вас, для всех сейчас пою. Пою для вас, ребята из Афгана. Так получился цикл. А почему ты не поехал в Афганистан? Не желали, я сам предлагал. Я предлагал ЦК комсомола. Я говорю, давайте я дай тебе автомат, я буду прыгать, десант. Нормально, по-честному, по-честному. Я говорю, прыгай, я не прыгал, но я прыгаю. Я сумею. Так же, как сейчас я предлагал поехать в Догослава. А мне там сказали в Министерстве обороны. Да, значит, у нас своя группа, свои бригады, у нас с вами не надо. Нам нет, не надо. Странно. Я выступал в госпитале, все это видел, все это вышибает слезу и мурашки. А нет, у нас свои бригады, свои люди. Ну да, 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 да. Мне через два года программе «Сюрик Рук» исполнилось бы 50 лет. Программа, которая нагродная программа была настоящая. Ольга Борисовна Молчанова, она столько вынула людей, а сколько подняла людей, которые... А скажи мне, Миш, один маленький вопрос. Вот тут я недавно читал воспоминания Вячеслава Добрынина, да и, в принципе, и Ольга Борисовна тоже Молчанова не скрывала, что у них был роман в этот момент, скажем так, их общего знакомства и работы на программе «Сюрик Рук». А это часто так бывало? Ведь ты тоже был звезда в «Сюрик Рука». Ну, дело в том, что женский мужской вопрос на телевидении присутствовал всегда, он так же и в кино, но почему же, что здесь плохого? Так наоборот, это хорошо. Хорошо, хорошо. Просто я думаю к тому, что ты, конечно, был там звезда. Звезда? Растоптанная звезда. Ну, а? Знаете, это когда тебя 150 раз убирают из программы, а не только яблоки убирали из программы 8 раз, это уже потом вдруг, когда уже назвучало из всех окон эти яблоки, мне некуда было деться со всех площадок. То есть при зале, да? И меня вызывает Холопенко и говорит, вот песню года, пожалуйста, вы подготовьтесь, мы вас приглашаем. Приглашаем. Музыкальная редакция, песня года безвозмездна? Такое невозможно. А потом второй раз и ариадно, а третий раз уже, когда странная женщина, и опа, и все присели, когда 7 минут пришлось давать эфира. Песня-то долгая была. Блин, не формат, не формат. Но ведь дали. Дали. Скажем, пожалуйста, а что, и в советское время можно было за деньги продвинуть песню? Конечно, конечно. Взятка была везде. Например, получить студию, нужно было обязательно смотреть, чтобы тебя пустили в эфир, ты должен быть записан в студии, либо на радио в ГДРЗ, либо на телевидении в первой студии. Причем это должно быть в коробочке, и на ней должна быть печать. Причем запись для телевидения должна быть моно. А тебе-то для стерео надо, для мелодии. Ведь пластинка первая у меня вышла только в 88-м году. Угу. Хотя уже было три кассеты моих по 90 минут с песнями. И они продавались. Все, первая кассета была даже катушка. Называлась «Эстрада 82. Стюардесса». Это моя была стюардесса. Да. Кстати, тоже тихие имеющие. Вот ты сейчас вспомнил про Джунова. Дело в том, что, к сожалению, на закате ее жизни я тоже был снятоком. Она же была, конечно, надломлена смертью сына своего. Сильно. Сильно надломлена. Скажи мне, она действительно была вдала? Силой, да. Да. Я лично видел людей, которые... Я видел мальчика, который... В руке, которая до этого у него была парализована, он ей принес в этой руке цветы. Это был иностранный мальчик, которого врачи не брали слечить. У него было кровоизлияние в мозг. Он гонщик был, как он, кирсингист. Я видел женщин, которые за благодарностью приносили ей, может быть, даже какой-то мзну там, я не знаю, ну, конечно, приносили, которых она вылечила в бесплодие, от язвы она лечила. Я это видел, просто поскольку я была очень близко с ней знакома, слишком близко. Вот, и мы с ней две песни написали. Я знаю, которые тоже пытались топтать песню Катюши, которую Ваня Ильичев до сих пор поет. Вот, но, тем не менее, песню толком не дали в эфир. Скажи мне, а почему такой у нее печальный исход все-таки? Все, все это было связано. Там какая-то группа людей появилась. Я тогда уже сильно, часто не приезжал. Там появилось очень много каких-то злобных людей, завистливых людей, которые видели ее, так сказать, благосостояние. Она уже занимала четыре этажа на арбате. На арбате, да. Это дело такое. Но только один этаж, это был ее. Остальное, в принципе, было такое шатающееся. Потом она уже начала создавать эти инструменты, свои приборы. Она сильно ударилась в эту науку, хотя и рук ее было достаточно. Я, конечно, знаю кое-какие секреты, которыми она обладала. Я их не рассказываю никому, да и не буду. Но дело в том, что она в самом деле, в самом деле у нее... Вот у вас, видите, у вас почти нету вен, да? Да. Да? А вот у меня есть. Да. Это колориферы. Это у меня сильное магнитное поле на концах пальцев. И вот, а у нее очень сильное было. У нее руки вообще были синие, блин, какие-то колориферы. Это, в принципе, охлаждает нас. А у вас нету? Да. То есть у меня нет способностей. Нет, какие-то есть, но не значительные. Да. И еще одна грустная история, которую не хотелось бы затрагивать, но вот так получилось. Вот совсем недавно Следственный комитет поставил точку в расследовании убийства Игоря Талькова. Я знаю, что у тебя есть своя версия. Ну, у меня версия конкретная. Просто все придумывают какие-то легенды совершенно. Это все равно, что я бы рассказывал, что Яблокин снегу – это песня про Афганистан. Ну да. Хотя бы об этом писали. Много же. Что это про это, про то, про все. Ничего подобного. Малахова били. Малахов лежал. Малахов стрелял лежа. Никуда-нибудь он стрелял просто так на выстрел. Потому что Игорь выпустил три заряда газовых. Он стрелял на выстрел. И потом все вернулись от этого события, а он устал и ушел. И все. Малахов. Малахов. Потом мы с ним виделись. Он мне каялся. Он говорил, я притер везде, что я, в принципе, ни в чем не виноват. А вот ты меня беспокоишь. Я говорю, ты не волнуйся, живи спокойно. А почему ты? Ну, потому что он знал, что я ездил, что я имею к этому отношение. Ну, а мне все к чему-то считали, что я какой-то бандит вообще тоже наполовину. Ну, отчасти, может, так оно и было когда-то. Но в целом-то я не совсем не так. Я говорю, ты, я считаю, что ты прав. То, что ты стрелял. То, что попал, ну, так случилось. А то, что он умер, это виноват, скорее всего, врач, который стал делать ему искусственное дыхание. А он был ранен в мечевидный отросток сердца. И он ему в брюшину закачал кровь. А это уже ни один врач не будет оперировать. Потому что даже в войну, если попали, вот такое попадание, много крови или пищи в брюшине. Пять часов и все. У него врач ничего не сделает. А это ты же его вез, да? Да, это отдельная тема. Я же говорю, литературу очень много. Да. Это мы играли в футбол. Вдруг ко мне побегает Дина Берлина, знакомая вам. Конечно. Миша, это что-то. Это что-то. Я говорю, что? Это что-то. Я говорю, Дина, толком говори. Игоря убили. Я говорю, как убили? Давай раздеремся. Стреляли, попали, ранили, убили. Это все разное. Убили. Ну, тогда, кстати, он еще был жив. Он 40 минут был жив. Но когда мы приехали, и приехали в первую больницу, куда его привезли. Вышел врач, в резиновом таком фартуке, говорит, мне привезли ни живого. То есть ему закачал этот врач искусственное дыхание. Откуда он взялся этот врач, непонятно. Ну, там суматоха поднялась. Врача, врача, врача. Вот он и выявился, врач. Пожалуйста. А там остальные придумывают, что стреляли сверху вниз, снизу вверх. Все это стреляли снизу, и попали в неочевидный отросток. Придумывают, ну, всякое. И поэтому я не пошел. Я уже со следователем разговаривал. Приезжал специальный следователь. Я с ним встречался. Два часа мы с ним беседовали. Я поставил себе точку. Меня пригласили сейчас в какие-то передачи. Я говорю, я все сказал. Меня хватит, потому что мне это больно. Скажи мне, а как думаешь, что он и для реческого героя стал таким трибуном, генералом, который расстрелял? Это повлияло как-то? Это мы не знаем, придуман он или нет. Нет, я думаю. По-моему, нет. Я не знаю. Это просто... Он уже говорил, сам говорил, что он даже... Что он будет убит при большом скоплении людей. Поэтому Джуна его не пускала в Питер ехать. И даже уговаривала. Он говорит, я должен, я вот это... Чужая душа потемки. Я лично просто знаю, что он был немножко такой невыдержанный. Он, например, приходил на пляж в сопровождении охраны. Ну зачем? Тут Кобзон сидит, тут я сижу, тут Дулина, тут Лысин рядом сидит. Все без охраны сидят. А ты приходишь в трусах, а с тобой гоблины втроем. Я ему это говорил. Я говорю, Игорек, это провокация. Вот то, что ты делаешь, просто провокация. Знаешь, жалко всех в этой истории, но, конечно, больше всего мне почему-то жалко Азизу. И мне. Ты об этом говорил, она по телевизору в передаче говорила. Или убили, просто говоря. На 17 лет убили. Она актриса прекрасная, да. Она веселая, она несла радость, радость. Вот она сейчас будет подыматься, я не знаю, получится у нее, нет. Надеюсь, что получится. Дай мне. Так, значит, мне такое ощущение, что ты вот своими песнями помогаешь и спасаешь людей. Но вдруг оказывается, что ты спасал людей не только песнями, но и физически. Физически спасал на воде, например, я вынул человек, наверное, на 18. Сколько? В 18. На воде. Ну, я все-таки один раз вынул за два дня пять человек. То есть это как? В Джуге был шторм сильный. На Черном море, там вот в сочинских местах, там два есть шторма. Один Батумский, а другой Керченский. И вот так получилось так, что два шторма и оттуда, и оттуда. А люди лезут купаться. А у всех, все лежат на пляже, там пляж без лунорезов. И у всех стоят эти вот канистры с красненьким. Ну, это понятно. У всех последних, которых я вынимал, это было трое. Один из них спасатель. Ну, он в ластах полез в этот шторм со спасательным кругом. Он хотел мне помочь. Но в ластах нетренированный человек больше 20 метров проплыть не может. Это бесполезно. И в итоге, течку, которая тонула, мы запихнули в этот спасательный круг. А течка такая сытенькая, она оказалась потом буфетчица из Ростова. Ее Родриго, маленький такой армянинчик, такой, ну, симпатичный такой, но он лез в нее, как мы спасательный круг тоже вместе. И за спасательный круг держится еще спасатель. И все, как я думал, он был потянуть. И когда я их дотянул, я вышел, у меня такой ацидоз был. Ацидоз, знаете, такие пятна выскакивали синий, да. Ацидоз ко мне подбежала эта самая медичка там была. А уже тут много народу. Кого-то я вынул, кто-то сам вылез. Она говорит, так, давайте сейчас давление, давайте сейчас пульс. Я говорю, вы занимайтесь людьми у товарищей. У товарищей? Да, и у меня, ну, отчет, я пойду отдышу сейчас, да и все. Вот такая джоба была. Миша, скажи мне, пожалуйста, вот почему все-таки ты в какой-то момент вдруг приостановил свою активную деятельность? А разрушилась система телевидения, не с кем стал разговаривать, потому что надо с кем-то дружить по новой, с кем-то опять. А у меня нормально, все, работа есть. И еще скажи мне, а как ты выходил вот своих соавторов по песням и Лариса Рубальская? Ну, Андрей Демитриевич, я понял уже, вы дружились с ним. Рубальская получилась просто внезапно. Это за ужином Ольга Борисовна пригласила к ней на ужин. Молчанова вынула эти стихи и написала на салфеточке. И Рубальская говорит, давай ей вот это ему отдадите. Оказывается, эти стихи уже ходили, странные женщины. Я пришел вечером, сел к фортепиано и наколбал. И прибавил туда еще проигрыш в селе. Утром Рубальская позвонила, она говорит, Мишанечка, столько эта песня моталась. Я говорю, как ее могли не увидеть? Вот это так бывает. Так что это очень по-разному все. Иногда что-то я и сам запишу, но я не грешу этим словоблудием. И дело в том, что поэт раньше назывался Словоблуд. Потом они назывались Пиит. Был когда-то. Потом уже Паээ. Ты знаешь, твоя мама, Надежда Семеновна, очень мечтала о даче. О грядке. Ее мечта родилась. Вел в том, что папа у меня был спортсмен, помимо того, что был ученый. И он говорил себе, я не могу себе представить, что я стою на платформе с двумя дощечками и бидоном алифа. И папа только турпоход. Палатка, байдарка, турпоход. Мы с папой вручную сделали лодку крестьянскую сами. Сами ее отшпаклевали, сами просмолили. И на ней еще ходили по Селегиров поход под парусом. А маме очень хотелось. И я, когда у меня появились вот деньжонки там, или мне дали землю, просто дали землю. А я, значит, взамен клубе местном, там, в Истре, поставил аппаратуру. Я всю свою старую аппаратуру, потому что у меня была, и там сделали ансамбль. Я поставил стойки, микрофоны, клавиши. Клавиши специально поехал, купил, у меня не было клавишек. Два усилителя, таких настоящих. И там заиграл музыкальный ансамбль. И вот мне дали, дали не только мне, дали мне, потом местный начальник отдела кадров милиции и Андрею Державину отдали три участка. Ого! Вместе, в таком месте, где ничего пока не было. А сейчас там уже городок. Это прямо на водохранилище на Истринском. Какая красота! Вот, и я построил дом. Ну, я просил проект 10 на 10, два этажа. Мне сделали 16 на 14 с половиной, три этажа. Это дворец. Я ее называю пенедлакер. Видели? Там, к личному отдыху. Ну да. И как мама? Обрадовалась. Она спела там пожить? Она мало того пожить. Она четыре урожая собрала. Овощи. Мы с приятелем случайно посидели, сидели. Ничего нет, делать было нечего. Дело было вечером, делать было нечего. Мы сколотили и сделали теплицу. И в теплице все посадили. И помидоры, и огурцы. У меня соседка была, она мне рассаду дала. И я это все посадил, посадил. А, один раз я встал рано утром на рассвете, скопал 4 сотки. Все это посадил, а потом уже теплица. И мама четыре урожая успела собрать. Я так был счастлив. В общем, для мамы я это все делал. А у мамы Ненечка была, и вот они там жили. То есть целое лето, начиная с мая по октябрь, мама жила на даче. Я был счастлив. А мама гордила своим сыном, который пошел по этому скользкому пути? Ну, самое трудное, первое, это когда я маме сказал, что я не буду доучиваться в аспирантурии, а пойду в ресторан. Это первое было вытягивание лица. Мама, я развожусь. Это было опять лицо вытягивалось. Потом я не буду в ресторане, я пойду в композитор. Какие композиторы, Миша? Ты что? Куда? Тебе не дадут входа никак. Да, Актина, про это невозможно. Ах, я не смогу порабить. А это мне самое главное. Мне сказали, что у меня не получится. У тебя не получится, а у меня получится. То есть маму что? Счастливая и гордая за сына. Да, они сходили ко мне на концерт, когда с папой на этот, в Служники. И увидели, когда 16 тысяч сидит на роду. И концерт полнокровный, такой живой, настоящий концерт. И эти зрители, почитатели. Папа сказал, да, сынок, ну, спорт не бросай. А маме песни написал? А маме у меня одна из первых песен на стихи Владимира Гавриловича Антонова. Это автор песни «День Победы». Меня привел к нему один шаромыжник в гости. И он нам дал ему стихи и мне стихи. И вот я сделал три песни. Одна из них – песня про маму. «Мама моя, сколько живу я на свете, ждешь, не дождешься, ждешь, не дождешься, ждешь, не дождешься меня». А я говорю, Владимир Гаврилович, что жешься, не дождешься, не дождешься. Давайте последнюю строчку сделаем, дождешься, дождешься. Он говорит, так как ты догадался, что так надо? Я говорю, мы не догадались, значит, я догадался. Я говорю, нужен финал-то, нужен какой-то позитивный. Что жешься, не дождешься, не дождешься. Кстати, ты вспомнил про жену Тамару, с которой прожил три года А зачем ты ее спровоцировал на развод? Ну, потому что она меня любила очень Ну, я ее тоже любил, но я-то шалопай, я уляка Она серьезный человек Как, если бы я просто ушел, значит, я бы ей серьезную травму причинил А так она меня выгнула И я спокоен А квартиру зачем оставил? Ну, а как же женщину оставить без квартира? Кроме того, у меня кисть, кисть генеральный директор объединения молоко Вы не представляете, это величина, это уровень министра Да Он мне пообещал, говорит, я сделаю тебе этот оператив Но это сделаю, продолжалось 7 лет Может быть, тогда бы, если бы он мне сделал, может, я бы остался в Кабаке работать В Кабаке всего 4 года отработал А в Кабаке деньги-то хорошие, деньги-то хорошие Причем меня пригласили работать замдиректором А я пошел метрототелем И что, зарабатывать? Четверо больше Не директор стал мне оплатить, а я стал директор оплатить Миша, я не могу понять только одного Как тебя не посадили? Уметь надо Надо уметь давать Скажи мне, вы сейчас в таком зрелом возрасте, в отличной форме О чем ты думаешь иногда, когда ложишься спать, и вдруг перед тобой возникают эти картины прошлого? Успех, слава, женщины, деньги и музыка Я думаю о том, что очень жалко, что музыка, которая у меня записана и записана Например, Де Камерон, Бокаччи, записывал час роки Ну, может быть, все еще впереди Впереди И это уже, кстати, актуально Это мой шофер, моего тесте говорил Так, Мишанечка, у нас все впереди Да, это точно И все-таки, Михаил Я все время думаю о том, что Не то, что старость не за горами, одно зрелость не за горами Я понимаю, что в этом есть большая прелесть То, что ты успокоился, что-то добился Но есть один большой минус Мы все чаще и чаще теряем близких людей И это очень заметно Это очень заметно Я за последнее время Начиная, допустим, с 90-го года Но я похоронил хороших знакомых, близких, друзей Человек 20, наверное И наступает момент, когда некому позвонить Ну, как и слава Богу, у меня в основном друзья все младше На 10, на 20 лет Но я с ними себя чувствую нормально И это помогает? Михаил, у нас осталась одна минута Ты можешь сказать нашим слушателям К чему-то их призвать Может быть, успокоить А может быть, направить Я скажу банальную вещь Что надо радоваться каждому днём Радоваться тому, что ясная погода Радоваться тому, что идёт дождь Радоваться тому, что ты встретил хорошего человека Случайно улыбнись на улице другому Улыбнуться тебе А я очень часто это пробовал Просто ты не знакомому человеку улыбнулся А он улыбнулся Улыбка спасает жизнь А я на последок тебе схожу Знаешь, глубокий голос Это первый признак Глубины души А у меня наоборот не глубокий У меня треснутая лопата Танич сказала У тебя, говорит, твой песок Это твои деньги Мне кажется, это была просто лёгкая зависть У тебя очень глубокий голос У тебя глубокие мысли Мне кажется, что Ещё большие-большие книги У тебя только впереди О твоей жизни, творчестве и любви Спасибо И до встречи Спасибо, конечно От всей души С Вадимом Тихомировым Радио России Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи Информационных технологий и массовых коммуникаций Эл номер ФС-7776-123 От 24 июня 2019 года Возрастное ограничение 0+. Песня о регистрации СМИ Песня о регистрации СМИ Песня о регистрации СМИ Продолжение следует... 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 Восемьдесят девять временных пунктов только в столице. В классах сдвинуты парты, и на полу отсыпаются те, кого родители спасли от израильских северных стрел, как Цахал называет свою операцию. Юг — это наша земля, наши дома, и никому мы ее уступать не собираемся. Мы только успели выбежать из дома, как они его разбомбили. Мы что, военные? Мой сын инвалид. Он что, держал в руках оружие? Почему их дети должны жить, а наши умирать? Дети жадно едят лепешки. Другой еды в пунктах для беженцев нет. Только хлеб и вода от волонтеров. Нормальное питание за свой счет. Правда, в кошельках пусто. У нас нет с собой денег. Мы вообще приехали без вещей. Я, жена и трое детей. Жена сейчас отдыхает. Мы не спали три ночи из-за обстрелов и решили бежать. Рядом плачет соседка по пункту размещения. Их семья в статусе беженцев 10 с лишним лет. Они сирийцы, которые с началом войны на родине переехали на юг Ливана. Теперь оттуда приходится бежать. Израильские самолеты разбомбили дом наших соседей. Вся их семья погибла. Они тоже сирийцы. Израиль атакует не военные объекты. Дом справа от нас. Слева все разрушено. Они еще и дорогу обстреливали. Мы еле-еле выехали из деревни. Перепуганные, уставшие, полуголодные. Но они живы. Убиты в результате ударов около 600 человек. Под 2000 ранены. Сейчас очень много желающих покинуть Ливан. Но в аэропорту Бейрута отменены десятки рейсов. Крупнейшие международные перевозчики не отправляют свои самолеты в страну. Отменять рейсы начали еще вчера. Сегодня на табло три десятка отмен. Летает лишь ливанская авиакомпания. Для остальных небо над страной слишком опасное. В нем, разумеется, никого не предупреждаешь, ноют израильские беспилотники и истребители. Южный пригород столицы Ливана ВВС Израиля сегодня обстреляли уже дважды. Погибших больше пяти и около 20 человек ранены. Среди них журналист Фадди Буддая, который в момент авианалета выходил в прямой эфир на телевидение. Интенсивность, которая растет, число погибших и раненых сейчас выше, чем во Вторую Ливанскую войну, которую страна вела с Израилем в 2006-м. Здесь все понимают, что Третья Ливанская война, пусть и неофициально, но уже началась. Денис Давыдов, Вести, из Бейрута. Судья Екатерина Солдатенко, здравствуйте. Полузащитник Амиралем Пьянич бесплатно перейдет в футбольный клуб ЦСКА, сообщают российские СМИ. По информации источников, Хаббек подпишет армейцами контракт до лета 25-го года с опцией продления еще на сезон. Рождается, что завтра Пьянич пройдет медосмотр. Полузащитник известен по выступлениям за Рому, Ивентус, Барселону и ряд других европейских клубов. В 1-32 финале Кубка России по футболу в пути регионов. Сочи разгромил Кубань, Холдинг 5-0, Челябинск обыграл Тюмень 2-0, Амкаров с первым в серии пенальти был сильнее Черноморца 4-3. Многие представители клубов российской премьер-лиги остались недовольны результатами встречи с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем. Об этом спортоэкспрессор сказал председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин. Отсутствие ответов на многие вопросы не вырисовывали ярко понятные перспективы. Мы понимаем, что все это закрытая история, которая управляется одним человеком, отмитил Гафин. Муэфа выразила разочарование по поводу того, что детали встречи президентов и генеральных секретарей национальных ассоциаций стали достоянием общественности. На этой встрече обсуждался вопрос о смягчении санкций в отношении российского футбола. На отседании президент Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис предложил вернуть молодежные и юношеские национальные команды России на международные соревнования. Сообщалось, что его предложения поддержали представители России, Белоруссии, Казахстана, Боснии, Герцеговины и Черногории. По регулярному чемпионату континентальной хоккейной лиги Сибирь одержала шестую победу подряд в игре в Сочи 4-2 и возглавила таблицу «Востока». Московская «Динамо» была сильнее «Барыз» 3-1, «Адмирал» победил «Витязь» 6-3, «ССК» в гостях, «Сухую» переиграл «Амур», забросив 3 в засветной шайбы. С торпедой обменял нападающего Дениса Янов, Салават Юлаев сообщает пресс-службу химского клуба. Взамен нижегородцы получили денежную компенсацию. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok «Роспознаем поведение птиц» в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. Я говорю, что птица расстроена. Моему соседу кажется, что она удивлена, а кому-то, кто с ней давно занимается, он просто понимает, что она испуганная, поэтому эмоции ее помять невозможно. Гость выпуска – биолог Михаил Калякин. «О животных». В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Необычные парки. Удивительные леса. Активности на свежем воздухе, включая систи на крышах столичных станей. Все это и даже больше в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве». Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса. Куда пойти в Москве. По вторникам и четвергам. В рамках радиоканала «Служим». В 12.54 в Москве. На частоте 101,5 FM. Специальная военная операция. Весь спектр событий и мнений. В двухчасовом прямом эфире. Американские оккупационные войска, если куда-то зашли, и им там нужно быть, они там находятся. А мы сделали жест доброй воли. Это очень с минскими соглашениями опять нас возвращает. Мы добрые, в отличие от наших заклятых западных партнеров, которые прагматичные. Они остаются везде, куда они зашли и где можно поживиться. Разница, а еще какая же за нами? Американцы. Потому что американцы, они просто печатают свои бумажки в любых количествах. Неофициально о главном за неделю. Данилом Бессоновым и соведущим Кириллом Федоровым. Каждую субботу в 18.10 по Москве и в 17.10 по времени Калининграда. Радио России. Наука. Российский радио университет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.